Мы все любим природу, любим ходить на рыбалку, в походы. Это здорово, это правильно, но чтобы мы не приходили с похода, вот такие вот нас съели комары, мы устали, мама, я больше не хочу. Можно знать некоторые хитрости, чтобы сделать отдых ярким и приятным, друзья. Поэтому я подготовил первую серию, где будет 5 лайфхаков для облегчения, так сказать, похода или пикника вашего. Итак, погнали! В первую очередь нужно позаботиться о еде. А именно, если вы собрались варить кашу, сделайте такой вакуумный контейнер. Он делается очень просто. В целлофановый пакет насыпается ваша крупа, берется любая бутылка, отрезается с нее горлышко, и в это горлышко мы засовываем верхнюю часть нашего пакета. Таким образом, очень удобно насыпать крупу нужными порциями. Можно прикрутить крышку, и ваша крупа не будет высыпаться. Это одноразовый, удобный, вакуумный контейнер. В этом лайфхаке я вам расскажу, как оставить водичку, которую вы набрали только что с родника. Ух, какая холодная, классная, видите, да, бутылка даже запотевшая. Прохладная. Первый способ, конечно, все знают, можно тупо привязать к бутылке веревку, кинуть ее в воду, и она будет в воде. Но температура воды довольно-таки большая, да, пускай на улице 30 градусов тепла в тени, вода там пускает 22-25, смотри, где вы находитесь, да. Вот. Но я один способ знаю, хороший, вот недавно я его сам, так сказать, вот своим путем обнаружил. Мы когда приехали на речку купаться, мы купались где-то часов 5 на речке, взяли с собой воды в магазине, много с холодильника. И все не тащили, я говорю, давайте оставлю бутылку одну в машине. А на улице было очень жарко, и стоянка была возле речки, получается, место, где оставляют машины, под солнцем. Я оставил, конечно, машину под солнцем, но бутылку с водой я завернул в ткань, завернул ее, замотал в тряпку и в покрывало. Когда я через 5 часов пришел, короче, назад к машине, мы уже собрались домой, открыл багажник, у меня было запотевшее заднее стекло. Оно запотело, и задние тоже запотели. Была большая жара, вы знаете, как в машине жарко, когда садишься после солнца, она там внутри, ну что в бане. Вот, но бутылка, когда я к ней притронулся, была еще с прохлада, через 5 часов, потому что я очень сильно обмотал ее тканью и не давал испаряться, получается, вот этой вот влаги. Короче, бутылка так не нагревалась, ребята, я просто был в шоке, как так получилось. Просто можно взять бутылку и завернуть ее в хорошее толстое покрывало, либо просто обмотать каким-то тряпком. Ну а третий лайфхак о том, как сделать очень простой герметичный контейнер для спичек. Нам понадобится всего лишь старая какая-то тубочка, либо это может быть маленькая баночка, как в моем случае, она может быть как стеклянная, так и пластиковая. Лучше, конечно, использовать пластиковую. Мы в нее засовываем наши спички, отрываем наше чиркало от спичечного коробка и суем его также внаружу. Она у нас получается полностью герметичная и никак не подвержена влаге. Ее можно мочить, купаться с ней, приходить в брод, реку, что угодно. Чтобы зажечь костер, достаточно вытащить наше чиркало, достать спичку и все, ребята, вы сможете также запаливать костер. Представим такой вариант, что вас застал дождь, у вас есть сухие спички, но нечем разжечь костер. Я вам расскажу, как сделать очень эффективный тубус для быстрого розжига костра. Мы берем туалетный тубус картонный, впихаем вниз туалетную бумагу, мы знаем, что она очень легкая и очень хорошо горит. Дальше насыпаем туда тырсы или каких-то опилок, можно потом добить травой. И сверху мы опять-таки забиваем все бумагой плотно, чтобы оно не высыпалось. Такой тубус будет долго гореть и он очень мало весит, друзья. Вы можете взять его с собой, даже несколько таких тубусов можете сделать и взять с собой. Вам не придется искать сухие ветки, чтобы распалить костер. А в этом лайфхаке я вам расскажу, как уберечься от летней жары, друзья. Когда на улице очень жарко, а мы с вами находимся на природе или еще где-то, в первую очередь нужно находиться в теньке, защититься от полячих лучей солнца. Нужно носить натуральную футболку, натуральные ткани, обязательно головной убор, большой вот такой, видимо это у меня шапка, она опускается, кепка такая. Но я ее вот так немножко вверх задрал, чтобы прикрывала вашу макушку, правильно. Также шорты вот у меня из натуральной ткани обязательно. Вот, не носите синтетику, это очень плохо. Ваше тело не дышит, не пропускает, получается, ваше испарение наружу и нет доступа воздуха к вашему организму. Но помните, также очень важно, что можно получить не только солнечный удар от жары солнца, но также и тепловой удар. Если вы, допустим, в палатке, либо, не знаю, если вы поехали на машине, в машине, вот, и просто очень жарко в помещении, не обязательно солнце лупит, а просто жарко, душно. Также можно получить тепловой удар. Признаки у них похожие, друзья. Еще один важный шаг будет не переедать. Пейте воды, даже если вам не хочется пить, все равно выпивайте понемножку, понемножку пейте воды, сразу так, бух, напиться не надо. По чуть-чуть напивайтесь, вот, и кушайте маленькими дробными порциями. Переедать не надо. Когда вы переели, вашему организму получается намного труднее перерабатывать, переваривать пищу. Он тратит энергию не на охлаждение свое, а на переработку пищи. Вы себя будете чувствовать, ну, не очень хорошо. Также не надо усердствовать жирной пищей. Шашлык, мясо какое-то. Старайтесь съесть там фрукты, овощи, какой-то супчик легкий. Вот так вот. Тогда вам будет намного проще, вы сможете намного лучше перенести жару. Также вам советую окунать руки в воду, если вы не хотите купаться, либо это не позволяет, да, вы, допустим, в лесу, не возле реки. Вот, обмочите руки, мочите ноги, обтирайтесь вода к лицу, обтирайте водой, и вам будет намного лучше, друзья. Вы с легкостью сможете перенести жару. Это был первый выпуск лайфхаков для пикника. В следующем выпуске я вам расскажу также много всего интересного. Расскажу про костер, про огонь, как лучше полить костер, как лучше его сделать, чтобы дольше горел, как приготовить пищу, как уберечься от клещей, от всего прочего. Короче, еще будет много чего интересного, ребята. И в этом выпуске, если вам все понравилось, ставьте лайк. Если что-то можете дополнить, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, гуляйте на природе, выходите на пикники, выходите в походы. Это очень круто и очень здорово. С вами был Сергей, канал Ассистанс ТВ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok